Всем привет! Всем добрейшего вечера! Вы по-прежнему смотрите телеканал ТНВ. И здесь снова мы, Лия Сергеева, Петр Нежинский. Это программа «Вечерняя игра». Передо мной стоит какая-то непонятная фигура. Я тебе сейчас расскажу, что это такое. Лия принесла какую-то игру новую. Да, мы сегодня будем играть в Дженгу. Игра эта достаточно новая. Придумала ее женщина Лесли Скотт в начале 70-х годов прошлого века. И вдохновила ее... Как думаешь, что ее вдохновила на создание игры? Неваскребы. Детские кубики. Детские кубики. Дома хозяйка сидела дома, кубики увидела, и вот их так сложила. Рассказать, как играть? А да, мне вот интересно, правила-то какие? Правила очень простые. Одной рукой ты вытаскиваешь вот так вот любой блок, который тебе понравился. Одной рукой. Одной рукой. Держать нельзя. При этом нужно, чтобы башня не упала. Проигрывает тот, на чьем ходу башня, соответственно, падает. Так что ловкость рук, логика, внимательность, аккуратность, все это необходимо сегодня. Ну, вот надеюсь, наши сегодняшние гости тоже слышали эти правила. Причем я более уверен, что руки у нее ловкие. Это абсолютно точно. И сильные. И сильные. Поэтому шутить буду поменьше. Да, давайте уже поприветствуем нашу сегодняшнюю гостью. Российская спортсменка, абсолютная чемпионка, пятикратная чемпионка мира. Да это еще не все. Трехкратная мисс вселенная по фитнесу Наталья Быстрова. Здравствуйте, Наталья. С удовольствием ее встречаем. Добрый вечер, Наталья. Здравствуйте, здравствуйте. Очень рада, что ты к нам, наконец, выбралась. Правила ты слышала. Что это за штука, знаешь. Сейчас играть будет. Я вот, честно говоря, пока так и не понял. Пока не будет сделан первый ход, видимо. Я тоже ничего не понимаю. Давайте сделаем первый ход. В общем, я начну. А давай вот ты и покажешь нам. Вот сейчас будет весело, если я ее обрушу. В общем, вот так. Одной рукой мы достаем. А надо наверх класть. И ставим наверх. В этом-то и... То есть, я так понимаю, задача соперников еще и подложить, как говорится, вот то самое животное, чтобы у него порушилось. Именно, именно. Ну ладно, хорошо. Давайте мы пока будем начинать. Я пока буду думать. Наташ, у нас такое сейчас предложение. Вернуться к истокам. Ты же у нас фитнес-гуру уже. А наши-то зрители не совсем фитнес-гуру. И чтобы они понимали, о чем мы сегодня будем говорить, давай сюжет посмотрим. Бодибилдеры или качки. Как ласково называют их в народе. Все знают, как они выглядят, но мало кто знает, с чего все начиналось. А ведь у бодибилдинга, как и у всякого спорта, своя интересная история развития. А начиналось все с этого человека. Знакомьтесь, Евгений Сандов, выдающийся атлет 19 века. На этом фото Сандов изображает скульптуру «Умирающий гал», символизирующую греческий идеал красоты. Кстати, самым титулованным бодибилдером в мире до сих пор является старый добрый Арни. Подумайте, какие шансы были у австрийского мальчика с тяжелой фамилией Шварценеггер приехать в Америку и выиграть абсолютно все соревнования по бодибилдингу. Равным счетом никаких. И все же, между прочим, 38-й губернатор Калифорнии в отставке и в свои 68 продолжает заниматься любимым делом. Сейчас у дедушки Арни, кроме массы поклонников, большое количество последователей. Джей Катлер, Маркус Ру, Жидрунас Савицкас. Самый сильный из накачанных людей мира. Многие его достижения даже занесены в Книгу рекордов Гиннесса. Но это все мужчины, а как же девушки? Не волнуйтесь, есть женщины на планете, способные поразить любого своими колоссальными физическими возможностями. Вот эта красавица занималась бодибилдингом еще в прошлом веке. В свое время Кэти Сандвина могла дать пору любому мужчине. Да-да, вам не показалось. На фотографии она с легкостью держит троих взрослых мужчин. Бодибилдингу все возрасты покорны. Анна Куркина занялась профессиональным спортом в весьма зрелом возрасте – в 40 лет. Учительница биология, работавшая в зоопарке, занималась 6 лет и достигла вот такого результата. Со спины так сразу и не поймешь, что перед тобой стоит самая сильная женщина в мире. Профессиональные спортсмены уверяют – никаких уступок для женщин в бодибилдинге нет. Они тренируются наравне с мужчинами. Но их результаты порой превосходят все, даже самые смелые ожидания. Да вот такой вот интересный сюжет вы посмотрели. Наталья, сразу хочется задать вопрос – а как началась твоя личная история в бодибилдинге? У меня все гораздо проще. Начиналось это на том уровне, на котором вообще был бодибилдинг в то время. Это было очень давно. За 25 лет назад. Не буду говорить цифры. Но дело в том, что для меня, как подростка, переходящего во взрослую жизнь, это была возможность найти то дело, чем я буду заниматься, и самореализация. А вот что сподвигло прийти в зал и начать занятия? Фильмы, постеры Арнольдера, я не знаю, действительно, там Добрыни Никитич. Или началось с обычного женского – ой, надо попу подкачать, надо похудеть немножко. То есть должна была быть первая причина все равно. Раньше такого не было, я вам честно скажу. То есть как бы женщины не настолько, может быть, внимательно относились к своему телу. Культа не было. Не было такого, да. И может быть, и это было правильнее, чем сейчас, потому что иногда это разумную границу переходит. И для меня это было возможностью заниматься чем-то, что подчеркивало бы мою индивидуальность. То есть на тот момент мне хотелось все-таки наличие мышц, чтобы были бицепсы, чтобы это были округлые женственные формы. И для меня, как, ну и до сегодняшнего дня, для меня это кумир мой – это Карина Эверсон. То есть и в то время в нашем полуподвальном помещении тренажерного зала висели ее плакаты, календари. И всегда это стимулировало. И мне очень хотелось быть хотя бы чуточку похожей на нее. То есть цели гнуть сковородки изначально не было? Нет. Раз. Нет. Все-таки больше в плане фигуры, эстетики, а силовые показатели. Ну, это, скорее всего, немножко направление в другой вид спорта. Откуда информацию черпали? Интернета ведь не было. Книг особо тоже не было по бодибилдингу, по фитнесу, почему-то. Я уж молчу про видеоуроки, которых, естественно, тоже не было. Откуда? Срафанное радио? Скорее всего, да. Начнем с того, что не было, во-первых, разграничений нагрузки для мужчин, для женщин. Мы выполняли одни и те же упражнения, разве что только силовые показатели были разные. И, ну, понятное дело, все, что попадало в руки, все источники переводились с английского языка или с немецкого, передавалась информация из уст в уста. Ну, ты ведь и в цирковом занималась. И хореографией. И хореографией занималась. А в итоге попало-то в спортзал. Вот удивительное дело, все-таки это судьба. Вела прямо. А занимались на чем? Ну, понятно, что в то время не было таких специализированных тренажеров, которые, наверное, вот сейчас зайдешь в любой фитнес-центр, как в космический корабль зашел. И не знаешь, с какой стороны к нему подступиться. Было все гораздо проще. Была пара гантелей сборных, была пара штанг и два тренажера, с одним из которых я с самого первого дня и так и не договорилась. Была такая травма, засунула палец, поправить, чтобы что-то... Да, такая кровавая драма. Но, честно вам скажу... Это была плата кровью за занятия. Это были ошибки, которые были постоянно. То есть все, что в то время у нас было, информация, тренажеры, все мы это пропускали через себя, только через свой опыт. И поэтому были ошибки, на которых мы учились. Благо сейчас у нас есть и источники информации, и все остальное. Да что угодно. Да. То есть кроме плаката, вот, кумира на стене, других наставников-то, получается, не было? Ну, наставники были. Дело в том, что не было, как сказать, четкого видения, какой же буду я. То есть мне казалось, что я буду хотя бы чуточку похожей, это уже хорошо. Я уже не такая, как все. Я необычная девушка. Для меня это было тогда важно. Ну, а наставники, они по мере моей жизни, они появлялись. И люди делились опытом. И это здорово, что нашлись те люди, которые меня поддержали. Потому что, ну, в общем, это не женское дело, как на тот момент казалось. Все было сурово и по-настоящему. Я даже вспомнил вот первый фильм, по-моему, Арнольда Шварценеггера, того же самого «Куй железо, оставайся голодным». Такое вот у него было, да. Суровое название какое. Зато какие мышцы. Вопрос такой, Наталья, хочется задать. Бытует мнение, что представители прекрасной половины человечества, когда начинают заниматься пауэрлифтингом, бодибилдингом, у них меняется характер. То есть становятся более мужественные, что ли. Так ли это? Вот хочется у первоисточника спросить. Ну, начнем с того, что вообще черты характера, которые у человека существуют, у девушки, в общем, они уже должны быть заложены. Потому что не каждая девушка захочет вообще этим заниматься. И характер, он формируется, конечно, потому что ведь столько препятствий. При подготовке к соревнованиям необходимо держать жесткую диету, вести аскетичный образ жизни, ну, от многого отказываться. И когда тебе не хочется подниматься, и ты идешь, и тогда, когда у тебя нет сил, ты тоже идешь. Поэтому, наверное, характер... То есть вырабатывать такие волевые качества приходится. А знаете, мне кажется, без сильного характера изначально в этом спорте не удержится человек. Ни женщина, ни мужчина. Здесь изначально должен быть мощный характер, который со временем просто еще сильнее закаляется. Может быть и так. Но я считаю, что еще плюс ко всему, я бы чуть-чуть добавила акцент на то, что, вы знаете, вот когда готовишься к соревнованиям, достичь вершины, это очень здорово, не каждому удается. А вот удержаться на этой вершине не один раз, не два, не три, а даже пять, восемь раз, вот это самое сложное. А цель в итоге все-таки достичь этой вершины и удержаться? Вот лично для меня, как я вижу, когда я готовлюсь к соревнованиям, для меня только одна цель. Это сделать самую лучшую в твоей жизни физическую форму. Та, которая поразит своими возможностями, потому что некоторые люди не понимают, насколько большие, велики возможности у человека, и моя физическая форма, моя соревновательная форма, она должна быть однозначно лучше, чем та предыдущая. То есть всегда есть куда стремиться. То есть это постоянная бесконечная лестница получается-то? Кстати, про лестницы и бесконечности. Да. Наталья, да, предлагаю тоже сделать ход. Я уж третьим тогда схожу. Ага, ты решил пропустить нас вперед? Я погляжу пока, пристрелюсь, скажем так. Так, 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 осторожно, осторожно. А можно поправлять-то одной рукой-то? Я считаю, что можно, иначе у нас игра долго не продлится. А я сделаю вот так. Ох, Петр, тяжело, зря ты нас вперед пустил, тяжело тебе будет ходить дальше. Я поджительменский так же. А вот мы начали про соревнования. А какова она, эта подготовка к соревнованиям? Для тебя это понятно, что уже рутина. Сколько раз это было? А вот мы не знаем, как к соревнованиям готовиться. Мне не нравится вот это слово «рутина». Вообще... Это не рутина? Это не рутина. Это совсем другое состояние жизни. Это увлекательный процесс? Это здорово. Когда есть цель, это всегда здорово. Меняется график тренировок. Раз. Меняется, ну, скажем так, вот это состояние. Ты живешь в жизни, и ты постоянно в тонусе. И ты понимаешь, что ты смотришь на результат, который двигается вперед, вперед. Я понимаю, что есть люди, у которых, наверное, не так все четко получается, как у меня, потому что опыт мой позволяет мне быть уверенной в своем результате. Ну, я вот честно скажу, что я вот в этот период подготовки к соревнованиям, я живу. Я живу так, как не живу, допустим, ну, когда я себе позволяю немножко расслабиться. А ты позволяешь себе расслабиться? Конечно, я же такой же человек. Как расслабляется спортсмена? Не пойду сегодня на тренировку. Нет, пойду, но на полчаса меньше позанимаюсь. Буду только на скакалке прыгать. Скорее всего, не в этом. Расслабление идет, скорее всего, в питании. А, то есть можно позволить себе побольше чего-нибудь. Или побольше, или послаще. Нет, да, согласна. А есть любимое блюдо какое-то? Ну, все удивляются, никто не верит. Это куриные грудки, приготовленные на гриле. Я тоже удивлюсь и не поверь. Не надоело? Наверное, при подготовке к соревнованиям же тоже. Нет, ни в коем случае. Просто смотря, в каком соусе замачивать, как готовить. И самое главное, я же ведь знаю, что это все правильно приготовлено. А вот правильный рецепт, правильной куриной грудки. Все-таки жарятся, а не на гриле-то. Да, жарятся. Это здорово ли? Ну, если без добавления масел. Это первое условие. Второе. Разумеется, куриная грудка не должна замачиваться в майонезе. В майонезе, да. Это точно. Ну и самое главное. А в чем нужно замачивать? Я вот для себя открыла такой, ну, маринад. В кефире? Нет, я замачиваю с ароматом дымка. Есть такая жидкость. Она уже готова, да, она продается в магазинах. То есть в ней нет калорий. Это конденсат дыма. Ну, знаете, да? Интересно. Она дает аромат грудке. И причем, видимо, те дубильные вещества, которые там потом закладываются в грудке, они дают возможность ей быть сочной. То есть она не как тряпочка. И не как уголек. И не как уголек. Так, и сам смысл, тут же ведь получается как, вот, на гриле, все все время думают, что это на гриле, тут, значит, огонь. Вышел на улицу. Да, на самом деле нет. Сейчас есть уникальное приспособление, вот как вафельница в детстве была. Да, да, да. Так, пшшшш, 14 минут, и твоя курица готова. Вот. Ну и, наверное, еще стоит сказать, что мои куриные грудки, которые я использую, я покупаю прямо перед приготовлением пищи. То есть я не закупаю их. Ну, не замороженные продукты. И поэтому они всегда свежие, всегда... Прекрасно. У меня аж слюноотделение началось. Чаю попью. Да, давайте пока посмотрим рекламу. После чего мы продолжим. Я, наконец, сделаю ход. Ну и продолжим, конечно же, наше общение. И продолжаем мы нашу беседу. И Петр, наконец-то, сделает свой первый ход. Ну да, я обещал сделать ход. Падай, падай, падай. Падай. Ну почему же падай-то? Так я выиграть хочу. А-а-а, тут же, вот же, надо еще понять, с какой стороны они... Смотри-ка, и все, что я не двину, это все свалится. Давай по краешкам. Или все серединки. Так. Молодец. И сверху, да. Отлично. Наташа, а помнишь свои первые соревнования? Вот первые, самые в жизни? Конечно. Это было в 19 лет. Уже? Да. А волновалась? То есть ты только начала заниматься и сразу на соревнованиях? Практически, да. Схоже вот это, мне интересно, чувство с чувством артиста, выходящего на сцену? Там же тоже сцена, и ты тоже артист, и должен тебя показать. То есть волнение вот этого, переживание. Я не помню, как было тогда, но я вот знаю, как сейчас. Все говорят, что вы такая уверенная выходите, вы уже знаете, что вы выиграли. На самом деле в душе творится такое. Это смятение, это страх. И это еще ответственность за то, что ты не можешь. Ты не можешь себе позволить показать, что ты волнуешься. То есть это тоже сила самообладания работает. Конечно. Ну и потом есть, значит, первая категория бодибилдинг, фитнес. Есть категория ныне очень известная шейп или бикини, по-другому ее называют. Вот. Для кого-то просто выйти продемонстрировать свою фигуру, это достаточно. А для меня важно произвольную программу показать. Потому что возможности позволяют. Произвольная программа, это когда ты демонстрируешь под музыку, которую ты подбираешь сам. Раньше еще позволяли какие-то аксессуары, костюмы, закладываешь образ. И вот этот творческий процесс. То есть такая театральная небольшая интерприза получается. Да. Это было вот всегда так интересно. Я старалась всегда выбирать разные образы. Это были женщина-кошка, это была испанка, это была Мадонна. Ох, это интересно. Да, и это было очень круто. Наталья, я вот предлагаю прямо сейчас и посмотреть на это действие. Давайте посмотрим. Мадонна. Аплодисменты. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Персональный еще тренер. Персональный, профессиональный. То есть, опять же, профессиональным взглядом, глядя на человека, ты можешь определить, получится из него спортсмен или нет. Так, не для себя гантельки потягать, а именно вот уже результат. Для соревнований. Коллегу сможем раскачать? Ну, для начала, конечно, хотелось бы посмотреть вот в спортивной форме, чтобы можно было оценить генетическое твое вообще. То есть предрасположенности какие-то уже сразу видно? А что это должно быть у человека, чтобы понять, да, он генетически предрасположен? Ну, в моем виде спорта, да, я вам честно скажу, можно творить, лепить, развиваться и так далее. Если терпения хватит и денег, потому что белковая диета, которая преобладает при подготовке к соревнованиям, она не дешевая диета. И вот лично я оцениваю с какой точки зрения. Если рама, ну, ваш костяк, идеален по пропорциям, то можно корректировать, формировать и так далее. Если есть какие-то нюансы, которые нужно править, да, то здесь работы немножко больше и процесс более длительный. Но, как правило, девочки хотят все сразу и сейчас. Мне кажется, мальчики также абсолютно, которые приходят в зал, хотят все сразу и сейчас. Ну, да, возможно, но вот все-таки как-то у них все равно, вот, в сознании немножко образ другой. То есть они понимают прекрасно, сначала он был мальчик, потом юноша, потом мужчина. Это труд, конечно, они понимают надо это. Вот, и поэтому с мальчиками как-то язык лучше, проще найти в этом отношении в плане развития. А вот мы все время говорим вид спорта, но в олимпийские виды спорта бодибилдинг не включен пока. Нет ощущения, что, ну, обидно, ну, когда уже? Не хочется собраться всем бодибилдерам планеты, прийти в Олимпийский комитет, поиграть мышцам, сказать, ребята, пора бы, пора бы. Вот меня тоже беспокоит этот вопрос. Мне кажется, уже пора бы, да. Потому что, в принципе, было бы здорово. Было бы здорово, не знаю, почему до этого еще пока не дошли. Кто знает. Может быть, придет и на нашу улицу праздник. А когда вот в олимпийские виды спорта включат, поедешь на Олимпиаду? Будет желание такое? Конечно. К тому же у нас сейчас есть, вот, например, в нашей федерации разграничения до 40 лет, свыше 40 лет. А там, глядишь, будет свыше 50. Это же здорово. Она всегда может взять на себя тренерскую ответственность. Обязательно. И создать крепкую команду. Чтобы не боялись участвовать в соревнованиях, а говорили, вот, под ее руководством. И все бы отказывались тут же, да, просили, что, нет, мы не принимаем участие. Я предлагаю нам опять ненадолго прерваться. Блок рекламы у нас прямо сейчас, после чего мы продолжим и сделаем еще по одному ходу. Ать, 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 не дышу. Ху, не упал. Получилось, получилось. Подожди, еще не получилось. Вот теперь получилось. Напомню, что вы смотрите программу «Вечерняя игра». Сегодня у нас в гостях Наталья Быстрова. Спортсменка, красавец и просто прекрасный человек. И мы продолжаем наши спортивные беседы. Да, спортивные беседы мы продолжаем. Так, сейчас не падает у нас? Нет. Наташа, если бы не стала спортсменкой, куда бы подалась, кем бы стала? Ну, такой вопрос интересный, потому что есть у меня хобби, я люблю готовить. Ну, учитывая, что питание – это одна из основных составляющих успехов спортсмена. Да, все взаимосвязано, согласна. Но там же, по-моему, не такой большой разброс рецептов-то полезных, которые можно готовить и употреблять, соответственно, спортсменам. Может быть, просто что-то не знаем, может быть, большой разброс. Вот я как раз об этом и хочу сказать. Это, наверное, самое главное заблуждение среди всех моих подопечных, которых я, допустим, тренирую. Не обязательно для соревнований. Они почему-то, когда слово «диет» слышат, они так сильно напрягаются. Это как умыло такое. Да, я вот чувствую, что они вообще собираются вот развернуться и уйти, потому что люди почему-то думают, что ограничение количества продуктов, которые есть в рационе белковой диеты, да, оно, ну, так скудно, рацион разнообразить не может. И более того, и когда я общаюсь со своими клиентами, которых учу правильно питаться, и количеством вот этих продуктов список-то не ограничивается, то есть мы обмениваемся рецептами, я свои какие-то наработки передаю им. И был даже такой маленький сборничек у меня, который был написан от руки, он передавался из рук в руки и, к сожалению, был потерян. Поэтому, да, но у меня есть идея, что я все-таки возьмусь, наверное, за это дело. Вот как раз хотелось об этом сказать. Книгу написать. Да, книгу написать. А у меня вот такой вопрос тоже кулинарный. А человек, который не ест мясо, вегетарианец, может стать бодибилдером? Может. А как, без куриных грудок, без мяса, без яиц? Да, ну, есть растительное происхождение белок. И вот в моей практике соревновательной есть девушка, которая считает меня своей самой главной конкуренткой. Она сама из Италии. И точно знаю, что там какой-то период времени была возможность, вот, допустим, тебе исполняется 35 лет, да, раньше было не 40 ограничений, а 35 лет, и ты имеешь возможность выступать либо в более молодой категории, либо переходишь за 35. И, разумеется, я решила, ну, раз мне исполнилось, а что-то мне хочется вот более молодыми, мне вот конкуренцию чувствовать хочется. Я решила остаться. Не стала переходить. А как раз вот эта девушка, Чинси ее зовут, итальянка, она очень обрадовалась, что мне уже исполнилось 35 лет, она перешла, она осталась в своей категории и не поняла, что осталась там я. Да, да, был такой момент, но... Радость была недолгая у нее. Да, ей, к сожалению, пришлось занять на пьедестале второе место, и там было так разочарование, и кубок даже полетел. Бывает такое, что не по-спортивному люди относятся вот к таким... То есть поддаются эмоциям. Да, но она же итальянка, там такой темперамент. И мое удивление было огромным, то, что я услышала от президента их федерации итальянской, что она вегетарианка. Когда я сравнивала свои фотографии и ее фотографии, вид сзади, как правило, там на спине очень много мышц, которые показывают уровень спортсмена, его подготовки и все остальное. И я сразу замечала разницу. То есть она была сухая, качественная, что немаловажно в нашем виде спорта. Но не было таких объемов. То есть вот в моем понимании сочности не хватает. То есть должна быть определенная сочность. Мышцы должны быть сильно развитыми, в то же время иметь сепарацию мышечную, но при всем при том они не должны выглядеть как доходяги. То есть они должны быть такими, сочными. И может быть больше эстетики, что ли, как-то. Вот. Но в любом случае вегетарианцы есть. А у меня еще такой вопрос. Почему на всех соревнованиях по бодибилдингу, по фитнесу все спортсмены такого шоколадно-коричневого цвета? Да, красится. Зачем? Прямо вот красятся, действительно, это краска? Загорают. Нет, они красятся. Нет, загорается. Бронзовый такой цвет. Нежелательно. Дело в том, что когда гримируется спортсмен, а это специальный грим, да, если он загорает там накануне или за неделю, ну, качество кожи немножко суховатое становится. И грим располагается так не очень, ну, распределяется ровненько, так, пляшинами. Это не всегда красиво. Но сейчас очень много новых гримов выпускают с пульверизаторами, там, со всеми остальными. Просто нужно четко понимать, освещение, которое восстанавливается на сцене, оно предусматривает наличие грима обязательно. Иначе мы все такими розовенькими поросятками будем. Ну, то есть это с эстетической точки зрения делается? Конечно, для того, чтобы было четко видно прорисовку мышц. Это важно. А почему лицо тогда не мажут? Мажут. Просто, например, лично я, ну, нашла для себя такой вариант, выход. Я мажу, намазываю, значит, грим на шею, на уши, на лицо. Но вот все-таки центр стараюсь оставить его посветлее, потому что иначе получается эффект такой резиновой игрушки, которую за нос потянули. И это не очень красиво. Все-таки я же женщина. Сколько тонкостей. Ну, мальчикам, как правило, это все равно. А выходил кто-нибудь в зеленом гриме, как холм? Бывает. Да? Есть? Все-таки это вид спорта, который подразумевает самореализацию творчества. Ну, творчество какое-то, да, возможно. Там нет жестких рамок, как в той же художественной гимнастике, что вот одна шпилька упала, все, баллы сняли. Нет, такого нет. В любом образе можно выйти. Можно было. Сейчас убрали вот такую возможность, да. То есть добавляют академичности уже? Ну, скажем так, чтобы не отвлекало. Готовят к олимпиаде, вид спорта. Возможно. Возможно, это первый шаг. Просто, чтобы не отвлекал костюм, допустим, от самого тела. Такое тоже бывает. Веселый клоун-спортсмен. Возможно такое? Было раньше возможно. Мужчин было возможно тоже в одно время, присутствие костюмов и все остальное. Но честно вам скажу, вот почему-то для женской категории для меня это приемлемо. А вот в мужской категории это как-то не по-мужски. Считается не очень. Ну, вот лично мое мнение. Ну, ведь спортом-то твоя жизнь не ограничивается. Ты ведь еще и мама счастливая. Твоя дочка по твоим стопам собирается идти или, может быть, уже пошла? Я не знаю, к счастью это или к сожалению. Там совсем все по-другому. Вот представьте, папа-мама занимается спортом. Ребенок с 3,5 лет идет в спортивную школу. Ну, соответственно, развивается. То, что мы хотели заложить, спортивность именно с детства, чтобы растяжка была, хореография и все остальное. Все это, конечно, получилось. И все это здорово. Пришел момент, когда девочка стала взрослеть. И когда она возвращалась с тренировок вот с такой шишкой на голове от неудачного падения с бревна. И я сказала, все, мое сердце больше этого не выдержит. Мы не претендовали на то, чтобы она была олимпийской чемпионкой или как-то дальше продвигать ее в спорте. А потом человек уже становился личностью. У нее уже есть свое мнение. И честно скажу, в памяти всегда возникает картина, когда мы пришли с работы, а бабушки не углядели. И все белые стены были разукрашены шариковой ручкой. Дворческая личность растет. Да, но тогда мы этого просто не знали. Потому что в том возрасте мы считали, что это просто баловство. И где там у коровы рога, копыты, мы недоумевали. То есть мы не понимали этого. Сейчас у меня дочь пошла немножко в другом направлении. Спорт пока мы оставили. Это ее желание. Но честно вам скажу, она в своем возрасте, ей 17 лет, она достигла гораздо большего, чем я в ее возрасте была. Вот тогда, когда была совсем девушкой. В спорте именно? Нет, именно в творчестве. Она закончила... Все к этому-то мы и подводим. Да. Она закончила художественную школу с красным диплом. Плюс ко всему получила именную стипендию имени Медшина. Сейчас она четко готовится для поступления в Государственный Московский университет печати. И я ей завидую, насколько четко она видит свое предназначение. Ну это у вас семейная ведь. Вот это вот с умения стали целью. Целью стремленности. Да. Ну вот все равно, я считаю, что меня судьба вела, и куда бы я ни заходила, она выруливалась все равно на ту прямую, которая вела к спорту. А в ее случае, ну мы удивлены, потому что, ну мы узнали, что она хорошо рисует только в 11 лет. Она намекала, ведь на коробу на боях. Как-то так получилось. Ну, значит, тоже сильная личность. Да, там характер более жесткий, чем у меня, поверьте. С ней даже спорить бесполезно. Потому что, когда говоришь, что там, в Москве, все будет по-другому, там не будет мамы, и она говорит, ой, это так здорово. Это так здорово, я сиделась, буду сама. Вот, видите, у каждого своя точка зрения. Наталья, мы еще поразнали, что ты увлекаешься психологией. Да. Помогает это в реализации? Ну, конечно, это, знаете как, вот в моей профессии это работа с людьми, в первую очередь. Люди все разные, в большей степени, конечно, хорошие, но бывают иногда вредные. Да, но я не к тому хочу сказать, просто смотрите, какая ситуация. Вот в моей профессии важно, чтобы человек приходил к тебе на тренировку, на занятия, и четко понимал, зачем он пришел. Есть категория людей, которые ходят за компанию. А каких больше, вот, кстати, тоже интересно. Вот в последнее время очень радует. Очень радует, что человек пришел, допустим, уже не для того, чтобы там в плане эстетики себя как-то откорректировать, да, отрихтовать, что называется. А вот именно, что вот выносливость, здоровый образ жизни и все такое. И таких сейчас каждым днем все больше и больше. Я не знаю, может быть, это связано... А это не веяние моды, кстати. Возможно, быть здоровым, быть успешным, наверное, это как-то взаимосвязано. Мне тоже так кажется. Вот. И поэтому вот в психологии, в моей работе, это, наверное, ну, если не половина, ну, хотя бы третья часть успеха, реализации. Найти подход к человеку, как минимум, да, который пришел заниматься. Однозначно. Мне нужно знать его образ жизни, мне нужно знать его привычки, мне нужно знать его слабости для того, чтобы помочь ему как с чем-то там согласиться и либо что-то подкорректировать, либо выйти из этого состояния, либо побороться просто с ленью, когда человек встает и думает. Кстати, самый главный секрет. Не задавайте себе глупых вопросов, идти в зал или нет. Встал и пошел. Ну, конечно. Вы же, когда зубы чистите, вы же вот, не задаете себе дурацкий вопрос, да, хочу я чистить, не хочу. Здесь то же самое. Автоматизм срабатывает. Вот. Вот когда человек до автоматизма доводит это, то он уже идет с радостью, понимает, что самое главное дойти, а там все остальное уже получится. А можно еще из родивалки сбежать? Ну нет, там уже не убежишь. Таких случаев не было. Там уже Наталья встретит, скажет, куда ты собрался? Стоять. Были такие случаи, вот попадался такой тяжелый, что ли, клиент, да, вот как можно сказать? Вредный. Ну не знаю, вредный, не вредный. Прямый. Я имею в виду вопрос, хочу задать, что приходилось ли брать над ним шефство, как вот раньше это было модно, да, будешь моим подшефным. Да. Есть такие клиенты. То есть, которые приходилось заставлять, звонить ему, проверять, так, ты курочку поел? На тренировку собрался? Есть категория людей, которые очень заняты по сфере своей деятельности там или еще по каким-то причинам. И почему-то у них такой вот образ сложился, что если ты деловой человек, там, руководить и пищешь. Ну, можешь пузик отрастить. Нет, не поэтому. Я просто хочу сказать, что они почему-то считают, что они всегда заняты, и на собственную еду перекусить у них нет времени. Это дело десятое, как бы, для них получается. Да, типа, это не настолько серьезно, я не могу себе это позволить, у меня освещение или еще что-то. То есть, это самообман. Мы же все прекрасно понимаем, если человек руководит организацией, он в первую очередь должен суметь организоваться сам. То есть, у него все четко должно быть. И в данном случае, ну, должны быть помощники. Если нет возможности перекусить на работе правильной едой, значит, с тобой должен быть контейнер, который приготовлен супругой, либо тобой с правильной едой. По-другому здесь быть не может, потому что 80% успеха, результата, да, это 80%. Даже, вот, не сомневайтесь, это еда. Питание. Конечно. То есть, с одной едой без спорта можно добиться каких-то успехов? Можно, можно, но здесь уже немножечко другое. То есть, мышечный тонус, который вот мы всегда видим там в журналах красивых, скажем так, манекенщиков или девушек, которые демонстрируют платье. Вы знаете, все думают, что, ну, как бы, вот без еды, без спорта. У кого-то есть спорт, нет еды. У кого-то есть еда. Ну, договорились они с собой. Но ведь мышечный тонус, он должен быть атлетичным в каком смысле? Это должно выглядеть здоровым. Когда люди худеют без спорта. Вот это вот полуживое по подиуму идёт и костями На руке несёшь это полуживое по подиуму? В общем, вы меня понимаете, то есть, как бы, можно худеть без спорта, но это будет не очень эстетично. Я предлагаю вот заняться вот этой конструкцией, эстетично вытащить элементы, посмотрим, что получится. Да, интересно. У нас такая всё серьёзнее ситуация здесь происходит. Все затаили дыхание. Так, давай вот с этой стороны я помогу. Так. А положение это всё щекотливее у нас и неустойчивее. Ладно, пока мы Петру дадим подумать возможности. Слава Богу, есть чем. Давайте мы прервёмся на рекламу и скоро к вам вернёмся. Вернулись мы на нашу вечернюю игру. Сейчас мой ход. Вожделенно смотрит на меня коллега. Да-да-да, я живу. Думает, что всё обрушится. Я же. Ну, давайте посмотрим. Так. Ать! Нет, нет, девчонки, не всё так просто. Подожди, ещё положить надо ещё. Ах ты! Хитрый Пётр. Наташ, а у нас теперь вот личный вопрос. Ты женщина сильная и физически, и морально. Какому мужчине не место рядом с тобой? Ну, вообще, наверное, всё-таки, даже вот затрудняюсь вам ответить так конкретно на этот вопрос. Вообще, в моём понимании, мужчина, который будет рядом со мной, это только тот мужчина, который уважает то дело, которым я занимаюсь. И, наверное, может быть, даже если мы занимаемся вместе этим делом, может быть, как-то мы, скажем так, идём в одном направлении. Потому что бывают случаи, когда, допустим, приходят пары, и если они вместе двигаются в одном направлении, у них результат феноменальный получается. А вот если кто-то там начинает друг другу конфетку из жалости или там из прикола подсовывать, вот это уже получается не совсем хорошо. Поэтому, да и вообще, наверное, самое главное, чтобы мужчина шёл со своей женщиной всегда по жизни в одном направлении. Потому что если разногласия, и люди категорически отказываются друг друга поддерживать и понимать, тогда, наверное, это уже и не пара. А если тебя любимый человек попросит спорт оставить? Вот всё, никакого спорта, никакого спортзала. А так бывает? Не знаю, а вдруг? Мне кажется, если любимый человек поймёт, что для меня это вся моя жизнь, я не думаю, что он поставит на карту выбор, либо это, либо то. Вспомнилась мне вдруг такая цитата, если пути не одинаковые, не составляет вместе планов, говорил Конфуций. Вот тебе ответ. Да, умно. Умно. А существует дружба между мужчиной и женщиной? Да. Это я вам точно могу сказать. Много друзей. Однозначно. Да, существует, и пусть не говорят люди, что такого не существует. На самом деле существует. Я не знаю, может быть, это потому, что я вот даже с коллегами по работе, мы общаемся, мы как пацаны общаемся. Иногда люди советуются о личных вопросах, иногда по спорту, и я считаю, что это нормально. То есть, опять-таки, твой психолог здесь тебе помогает? Наверное. Я думаю, да. И причём мне это легко. Я не чувствую, что там меня коробит, и что как-то это мне некомфортно. То есть, это нормальное моё состояние. Если человек спрашивает советы, я считаю, что это нормально. Наталья, а вот самый ценный совет, который дали тебе в твоей жизни? Ну, вы знаете, советы дают все направо и налево. Другой вопрос, что тот, который... Ну, вот именно ценный, да, который вот отложился прямо в памяти, и ты ему последовала. Наверное, не возьму сейчас вспомнить. Вообще, в принципе, я прислушаюсь ко всем дельным советам, и всегда их беру на вооружение в своей жизни, потому что считаю, что опыт другого человека нужно уважать, и по возможности избегать своих ошибок. Правда, не всегда он даётся. Но вот конкретного я даже, наверное, не вспомню сейчас. Может быть, ещё он впереди. Может быть, и так, но вообще мнение мужчины именно с советом, взгляд со стороны, иногда это очень важно. А вот когда ты смотришь сейчас на молодых, начинающих бодибилдеров, при их возможностях, возможность питаться правильно, профессиональными... Получение информации. Информация, да даже те же тренажёры, нет такого? Эх, вот я бы на вашем месте сейчас, а вы... А вы поубесничаете. Не бывает такого? Нет, вы знаете, вот поражает то, что нынешняя молодёжь достаточно такая образованная, все увлечённые, допустим, в нашем зале однозначно. И иногда смотришь на них, и мало того, что тебя это воодушевляет на какие-то новые интерпретации, упражнения, или ещё чего-то стимулирует, и удивляют они, и мне нравится вообще их подход к делу. Ну, может быть, это в нашем зале. Я вот как-то с позиции клиента никогда не оцениваю ситуацию, поскольку с профессиональной точки зрения оцениваю своих тренеров именно с профессиональной точки зрения, то есть вот как специалиста. Вот. И, ну, иногда и подсматриваю, может быть, что-то новенькое для себя возьму. То есть до сих пор учишься? Да, конечно. Это же здорово. Человек должен всегда развиваться, всегда учиться. А молодёжь у нас такая, что у неё есть чему поучиться. Наталья, вот мы очень много говорили о спортивных победах, достижениях. А были ли спортивные неудачи? Да. Ну, это очень комично сейчас звучит, потому что как-то мы в Ульяновской области поехали с командой выступать, и там были не определены чётко критерии оценки соревнований. И в моей жизни это было впервые. То есть сначала придирались к моей обуви. Там определённое количество, там, сантиметров должно быть заложено, потом костюм запрещён, купальник. Ну, в общем, много нюансов, которые, в принципе, они все приемлемы. И когда у меня стащили туфель, было очень обидно, но потом мы их нашли. Вот. И такое тоже бывает. Представляете? А вот российский бодибилдинг, сатарстанский бодибилдинг, на каком уровне находится по сравнению со всем миром? Мы как? У нас всё хорошо. У нас всё хорошо. Екатеринбург, Москва, Питер, Самара, Казань. Это всё вот как-то на одном уровне. Я считаю, что спорт будет развиваться ровно до того момента, пока соревновательный уровень спортсменов будет существовать. Потому что люди, которые, допустим, занимаются для себя в зале, они, ну, приводят себя в форму, там, да, кто-то там по сезону, на пляж, или ещё куда-то, кто-то для здорового образа жизни. Но очень важно смотреть на результат спортсменов, которые готовятся к соревнованиям, чтобы люди понимали, насколько безграничны возможности человеческого тела. И для того, чтобы этим людям, которые готовятся к соревнованиям, им же нужно демонстрировать это где-то. Пока соревнования проводятся в нашем городе, я думаю, что наш спорт будет развиваться. Ну, это такой хороший мотивирующий момент, да, получается? Конечно. Вы знаете, сколько народу после соревнований приходят в зал нового народа. Те, которые воодушевлены, понимают, верят. То есть я считаю, что это здорово. Тенденция, в общем, положительная. Да, конечно. Это прекрасно. А вот я немножко сейчас неположительная. А чего ты боишься? Я боюсь? Да. Я боюсь, что, ну, вот как-то, наверное, все знают, да, с возрастом, там, болячки появляются или еще что-то. Я боюсь, что появится какая-то болячка, которая, ну, не позволит мне заниматься в полном объеме. Вот на данный момент есть какая-то ситуация не совсем стабильная со спиной. И, ну, я точно могу вам сказать, как только я перестаю заниматься в зале, она начинает болеть. Если ты начинаешь двигаться, трофика ткани улучшается, то есть кровообращение улучшается, спина держится нормально. Ну, это вот страх такой объяснимый. Это здоровье, это будущее, это жизнь. А вот страхи такие иррациональные, вот животные. Кто-то летать боится, кто-то пауков, кто-то... Ну, много приходится, наверное, тоже путешествовать. А вот летать не боишься? Нет, вот на самолете летать не боюсь. Парашют, конечно, не рискну. Ну, и, наверное, вот даже будете смеяться, я боюсь вот этих вот водных горок, когда мы приезжаем с дочерью, там, допустим, отдыхать куда-то. Один раз она меня уговорила, я и пожалела потом об этом, потому что я лежала сутки. У меня вестибулярный аппарат, он не позволяет мне, ну, в нормальном состоянии после этого эксперимента. И самое главное, все-таки вот сейчас, на данный момент, я более разумная девочка, и я четко понимаю, что мои ноги, руки не застрахованы, не дай бог, что-то с ними произойдет. То есть для меня это будет очень неприятный момент. Поэтому я стараюсь избегать всех экстремальных видов спорта и, ну, заниматься своим делом. Все должно быть в меру, все правильно. Хочется мне так задать вопрос такой, все, Наталья. Есть какие-то приятные слабости у сильной женщины? Да, конечно, как у любой женщины. Это шопинг. Да, я этого не скрываю, просто он немножко отличается от обычной женщины. Дело в том, что я с утра до вечера нахожусь в спортивной одежде, поэтому для меня шопинг – это спортивные магазины. В любой стране, в любой части света. То есть это спортивные магазины. И когда меня клиенты спрашивают, а где вы покупаете одежду? Она у вас так хорошо подобрана. Ну, я просто открыто отвечаю. То есть где бы я ни была, я обязательно покупаю себе спортивную одежду. Для меня это важно. Это уже коллекция. Да. Ну, она себя оправдывает. Поверьте, это не те бездумные затраты, это как раз все рационально. Вот вам, девчонки, и взаимосвязь. Я не про это, я про вашу дочь, которая занимается изобразительным искусством. Вполне возможно, со временем она создаст гениальную спортивную коллекцию. Это было бы прекрасно. А вот ты счастливый человек? Или вот чего-то еще хочется достичь? Вот какая-то вершина, какое-то желание, какая-то мечта? Бывают моменты, когда я себя чувствую очень счастливым человеком. Наверное, это те моменты, когда с тобой находятся близкие люди. И когда ты никуда не торопишься, и можешь себе позволить чем-то своим любимым делом заниматься. И, ну, оно бывает, как сказать, это бывает такой наплыв эмоций. Но он не может быть постоянным, потому что нужно просыпаться, идти утром на работу, работать, какие-то бытовые вопросы решать. Потом бежишь, 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 и опять, и опять вот это состояние удовлетворения от того, что ты делаешь, от того, что ты получаешь, от того, что рядом с тобой такие люди. Ну, я считаю, что это нормально. Это замечательно. Знаете, мне даже нравится, что сегодня у нас никто не проиграл в игре. У нас все находится в равновесии. Именно, именно. Спасибо тебе большое за эту прекрасную беседу. Успехов спортивных, жизненных, семейных, чтобы все всегда было хорошо. И чтобы через несколько лет ты уже выступала в форме, которую скреативила и с дизайнерила твоя дочь. Я думаю, так и будет. Спасибо, ребята, спасибо большое. Ну, а мы с вами прощаемся, увидимся скоро вновь.